Тем временем появляются новости о том, кто же может прийти на смену руководства Вагнера. Напомню, что с пригоженным вместе погибли несколько важных командиров, в том числе и Дмитрий Уткин. Алексей Виндиктов, журналист, сегодня написал, что Антон Елизаров, позывной «Лотос», возможный преемник Уткина на посту главы ЧВК Вагнер. Он капитан, служил в 10-й бригаде ГРУ с 2016 года в Вагнере, ну и весь путь, собственно говоря. Сирия, царь, Украина, герой России с 22-го года, указан Путиным. В нашем эфире я рад приветствовать журналиста русской службы Би-Би-Си Илью Барабанова. Илья, добрый вечер. Да, добрый вечер, коллеги. Илья, скажи, пожалуйста, позывной «Лотос», что известно об этом человеке и насколько он может действительно возглавить Вагнер после Уткина и пригожи. Ну, Антон Елизаров, он же «Лотос», один из известных полевых командиров, командовал одним из штурмовых отрядов Вагнера, входил в так называемый совет командиров, наравне с зомби, ретивором и энное количество там еще было разного рода пассажиров. Поэтому я пока, честно говоря, не очень понимаю, почему все называют именно его, но, в принципе, он потенциально, как один из бывших командиров штурмовых отрядов, наверное, может выполнить такую функцию. Илья, скажи, пожалуйста, а структура Вагнера, насколько она персонализирована, насколько она выстроена таким образом, что могут ли ей управлять другие люди, кроме, собственно говоря, Уткина и Пригожина? Или это такая индивидуалистская компания, в которой стоит один человек, и если его нету, то, собственно говоря, ничего и не будет? У меня вызывают большие сомнения, что вот можно взять и эту структуру перестроить под какое-то другое руководство, потому что тут речь даже не про персонализированную структуру, речь о том, что, уничтожив этот самолет, одним ударом Вагнер был обезглавлен политически, финансово, военно, логистически. Люди, которые отвечали за самые разные направления, значит, летели на этом борту. Поэтому заменить условного Уткина Лотосом или Ратибором теоретически, наверное, можно. Но кто обеспечит финансирование всей этой структуры, политическое прикрытие всей этой структуры, то, что делал Евгений Викторович Пригожин, кто будет отвечать там за логистику, вот это остается таким большое количество открытых вопросов, на которые там никакой Лотос ответа дать не сможет. Мы знаем, что Юнусбек Евкуров, замминистра обороны, в недавнее время, судя по всему, совершал турне по таким ключевым точкам, по ключевым местам Вагнера, пытаясь как-то переманить этих клиентов, предложить им новый контракт. Как ты оцениваешь успехи его турне? Ну и вообще, насколько велики шансы у Минобороны получить вот эти лакуны, которые были заняты Вагнером и Пригожином? Скажем так, за неимением других вариантов трудоустройства, наверное, какая-то часть наемников может пойти на то, чтобы переподписать контракты с Министерством обороны. С другой стороны, надо понимать, что эти люди прицельно шли в ЧВК, уходя, многие из них, из которых специально под это уходили, из армии, чтобы больше не иметь ничего общего с структурами Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. В контексте обсуждения как раз будущего Вагнера, на мой взгляд, многие как-то незастлуженно забывают фигуру другого бывшего замминистра обороны, генерала Мизинцева, который в какой-то момент ушел как раз вроде бы как Вагнер, вроде бы как Совет командиров Вагнера. Дальше Мизинцев как-то растворился во временном континууме, и последние месяцы мы ничего вообще про его судьбу не слышали. Может ли он, например, тоже всплыть как в каком-то контексте в связи с перестройкой этой структуры? Вот это все-таки хорошие вопросы. Да, ну а что касается тех стран, где работал, собственно говоря, Вагнер, Царь, Нигер, другие государства, где они были представлены, вот люди, которые занимаются как бы страной этих правительств, этих государств, готовы ли они сотрудничать с Минобороны и переподписывать договоренности уже с официальной государственной российской структурой? Весьма сильно сомневаюсь я в этом, потому что люди уходили в Вагнер как раз для того, чтобы ничего общего с армией в дальнейшем не иметь. Ну и, наконец, в условиях тяжелейшей войны, которую ведет российское государство, согласитесь, будет довольно странно выглядеть, если все эти люди подпишут какие-то, предположим, контракты с Минобороны, а дальше в условиях, когда там все эти зэ-блогеры и зэ-патриоты каждый день стонут о том, что кончаются резервы, что не хватает людей на линии боевого соприкосновения, что неким латать дыры на фронте, что в этих условиях Минобороны будут какие-то боеспособные подразделения держать в ЦАР, там, не знаю, Мали, где угодно еще, когда сейчас людского ресурса не хватает там в первую очередь для фронта. Илья, на секунду отвлекусь, хотел обратиться к нашим зрителям. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите, что вы к нам присоединяетесь. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на наш канал. Сегодня радостный день, потому что наших подписчиков стало 1 миллион 400 тысяч, но скоро будет полтора миллиона, там уже едва. Спасибо, что вы с нами. Конечно, пишите мнение об эфире в чате или в сексе комментов. Илья, заключительный короткий вопрос. Как ты считаешь, ЧВК Вагнер, все? Ну, я бы сказал, что какая-то промежуточная большая жирная точка в этой истории, очевидно, точно поставлена. Конечно, сейчас, в ближайшие месяцы, мы будем смотреть, как разные силы будут всячески, значит, деребанить и делить наследство Пригожина. Кому-то отойдут его, там, строительные контракты, питательные контракты, кто-то возьмет под себя его медиаимперию. Самое сложное в этой истории будет, конечно, именно с Вагнером. Я не очень, честно говоря, верю, что кто-то другой может перезапустить и наладить эффективную работу этого соединения, учитывая, что вот все руководство было сбито в один день. Поэтому я думаю, что попытаться все это пересобрать под другой вывеской можно. Можно вернуться к советской практике военных советников разных странах Африки. Мы помним, как это происходило в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Но я думаю, что да, на истории Чевака Вагнера с гибелью Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина поставлена точка. Илья Варабанов, журналист русской службы BBC, спасибо большое за этот анализ. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальной сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами. Субтитры создавал DimaTorzok